Доброго времени суток всем начинающим практикам, продвинутым практикам и просто, или не просто, серьезно интересующимся магией. Я Александр Гелилах, практикующий маг, преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Мы продолжаем цикл ответов на вопросы, то есть правильные ответы на неправильные вопросы. И здесь поступил чудесный вопрос, какая самая сильная магическая техника? Вопрос этот как-то греет мое сердце, вспоминает, как миллион лет назад, когда я начинал заниматься, ну не совсем миллион, просто очень давно, единоборствами и фехтованием, вот тогда были романтические идеи, а какое же боевое искусство самое сильное? Сильнее ли каратэ, чем кунг-фу? Или может это пинчак-силат? Или может кендо лучшее? Европейского фехтования? Или хуже? И вот примерно разговоры о том, какая магическая техника, самая сильная. Мы изучим магию рун, нет вуду, нет кабалу, нет там что-нибудь еще, контактерство, инопланетную магию, некромантию, магия смерти, она самая сильная, звучит круто. В общем, примерно, то есть, это вот романтика, то есть, она, ну, хороша для совсем наивных людей, и она чем-то мне напоминает разговоры о том, сильнее ли железный человек или черепашки-ниндзя. В общем, понятно, что не бывает самой сильной магии, можно говорить о том, какой маг сильнее. То есть, есть разные маги, один маг может быть сильнее в каких-то аспектах, чем другой. Может быть, во всех аспектах все делать лучше, может в каких-то конкретных, там, лучше лечить, но хуже предвидеть, да? Поэтому, какой маг в каких аспектах сильнее? Или какая магия дает лучшие целительские результаты? Такой вопрос был бы, там, сказать, или какая магия лучше для работы с благосостоянием, или для воздействия на чужое сознание? Эти вопросы были бы более профессиональны, это мы можем рассмотреть подробнее потом. Значит, если рассматривать различные вот виды магии, да, то есть, вот у людей, как бы там есть же много идей, что бывает белая, но черная сильнее, нет, белая лучше, низшая или высшая, или та, которая в лабораториях КГБ. На самом деле, специалисты так не думают, и понятно, здесь есть несколько правил. Сильная будет та магия, которая не опирается только на ваш личный ресурс. Если вы используете те виды, которые опираются только на ваш личный ресурс, вы им будете ограничены. Если вы работаете с теми видами практики, где вы целиком полагаетесь на внешние силы, вы будете медленно эволюционировать. Поэтому оптимальны те направления развития, где вы максимально используете свои силы, но при этом активно имеете контакт с внешним, желательно разумным ресурсом. Собственно, направление подобного типа — это направление, которое называется теургией, то есть контакт в ряде систем с божественными планами. Для этого вы должны быть очень развиты, вы должны вступить в контакт с определенной своей высшей частью, вы должны вступить в контакт с высшими аспектами сознания мира. Такой контакт и максимально развивает вас, и дает вам взаимодействие с силами, которые намного превосходят ваш личный ресурс. Поэтому такие воздействия будут наиболее мощными. Пожалуй, я могу сказать, что наиболее мощными видами магии являются те, где вы не просто, будем говорить не видами, а системами магии, где поощряется не просто использование каких-то механизмов, но максимально глубокое познание природы реальности и своего сознания. Магия традиционная, высшие каббалистические практики, буддистские, даосские, обычно они сильнее. Некоторые сегодня считают, что самыми сильными видами магии является что-то традиционное, типа шаманизм. Обычно, чтобы глубоко исследовать сложное состояние природы реальности, магу нужно больше времени. И, в общем-то, обычно магия городских цивилизаций оказывалась исторически сильнее и продуктивнее. Не значит, что каждый городской маг окажется сильнее, чем какой-нибудь шаман. Ну вот, это некоторые ответы, которые я хотел озвучить. Конечно, многие из этих техник и темы мы можем рассмотреть подробнее в дальнейшем. Для этого следите за новостями на этом канале, присоединяйтесь к нему. И буду рад вашим вопросам и комментариям. Всего волшебного! Да пребудет с вами сила!